Если на планете есть какое-то красивое место, просто надо сесть, посидеть, и там гарантированно придут Поганели. Расскажи о том, что вы делаете. Поганели – это проект, который занимается путешествиями, творчеством, кино, фотографией. Изначально, конечно, мы пришли из фотографии, к этому всему добавились группы, и уже с 2011 года мы путешествуем с нашими группами по всей планете, по всей планете. Один хороший наш путешественник сказал, что если на планете есть какое-то красивое место, просто надо сесть, посидеть, и там гарантированно придут Поганели. Это действительно так. В течение года мы бываем от Намибии до Антарктиды, от Папуа до Гренландии. То есть везде, везде, где есть все удивительное и уникальное, мы туда отправляемся снимать, фотографировать, любоваться. Наш проект – это прежде всего о путешествиях, о красоте, о земле, о племенах, о культуре, об этнографии. Кем ты хотел путешествия? Конечно, я хотел быть путешественником. У меня настольная книга – это были книги Тура Фейердала, «Кантики», «Путешествия на лодке Ра», «Ра-1», «Ра-2». Я читал их с таким упоением и мечтал когда-нибудь побывать в французской Полинезии. Но ты же ведь был там. Конечно, я уже был. Мы были практически везде, где описаны все события в его книгах. Первые, наверное, самые первые экспедиции по Ганелле – это были именно по всяким таким мечтам, точкам из детства. Перу, Мачу-Пикчу, Папуасы, Гималайи. Тоже была у меня настольная книга «Эверест-82». Собственно, наша первая с Олей путешествия. Это было свадебное путешествие. И поехали мы к Эвересту, чтобы увидеть это чудо самое большое, красивое и прекрасное. А если бы мы говорили о чудесах света, можешь составить список семи чудес света от Андрея Андреева? Это Антарктида. Это, наверное, номер один. В данную секунду наша команда находится в Антарктиде среди льдов, пингвинов и абсолютно невероятной природы. Потому что там, где нет человека, нет влияния, это действительно что-то невообразимое. Это, конечно, Гималайи. Гималайи – горы, которые надо увидеть в жизни обязательно. Район Авереста, район Анапурны. Все удивительное, красивое, действительно ничем не повторимое. Это Мачу-Пикчу в Перу. Комплекс, который был построен большими эстетами инками в окружении кольца гор. Даже несмотря на то, что там огромное количество туристов, огромное количество людей, все это все равно тебя не может не приводить в трепет и восторг. Четвертое – Алжир, Сахара. Мы были в прошлом году в Адрарте. Это невероятные пески, это самая высшая пустыня. Это невероятная красота, тишина. И ты понимаешь, насколько человек песчиночка в океане, когда сидишь на дюне и смотришь, уходящие вдаль до горизонта пески, дюны, горы разрушенные. То есть это очень красиво. Пятое – Гренландия. Самые удивительные ледники и самые удивительные айсберги. Они невероятный фон. Плавают замки целые, страны, континенты, все в виде льда. И это можно увидеть, потрогать. Там нету, конечно, пингвинов, но это тоже красиво. – Намибия. – Да, Огия. – Конечно, Намибия. Сочетание всего-всего-всего – песок, океан, горы, дюны, красные дюны, старые. Самая старая пустыня планеты – это здесь. Очень добродушно все и очень вкусно. Это 6 и 7. Боливия. – Боливия. – Боливия – район Салар-де-Уюни. Это Солончак. У тебя дар речи отпадает. Особенно в период, когда закончились дожди, стоит небольшой слой воды. И когда небо отражается, и ты идешь по небу. Или едешь по небу, или летишь по небу. Это состояние какое-то абсолютно космическое. То есть ты ангел. – Ты помнишь тот момент, когда из всего многообразия картинок, которые с тобой случились, что-то заставило тебя плакать? – Ну, вот в Антарктиде был такой момент, когда вокруг нас всплывали десятки китов прямо рядом. И они издавали звуки такие выдыхающие. «Вау!» Знаешь, я стоял на носу, и спины слева, справа китов, которые всплывали, дышали. И вокруг нас там кормились крилем. Вот у меня было онемение потом 80-го левела. Я потом не могу говорить долго. Это действительно то, что на всю жизнь запомнится. На всю, на всю, на всю. – У меня, слушай, тебя в жаркой пустыне, в одном из самых жарких мест на планете. Вон пошли мурашки. – Класс. – Спасибо тебе огромное. Субтитры сделал DimaTorzok